ну теперь Анатолий Викулов пишет у него несколько тем в одном письме два письма несколько тем у меня есть подозрение что я по неопытности заложил у нас инвекция в 18 слишком рано зима-то вернулась помните я не говорю я никуда не говорю 1 апреля 15 апреля 1 мая 10 мая никогда это мой козырь чтобы не оказаться крайним я всегда говорю а идет обратный отсчет собираетесь высаживать 1 апреля значит 1 марта то есть 1 февраля закладывайте те же абрикосы ну и так далее там допустим пили 1 получать января сливы хотите высаживать 1 мая месяц это самое 3 месяца отстегивайте от времени посадки и тогда примерно угадаете ну да это вы знаете должны знать а тут зима вернулась а кто может это проследить сейчас северо-запад снегом завален весь северо-запад России завален снегом а сколько аварий а сколько беды так дальше читаем ну допустим рановато заложили ну даже не хотели может природа виновата если погибнут проклюнувшись слишком рано то буду опять его заказывать в апреле прекрасно заказывайте остатки правда есть прекрасно понимая что ассортимент будет гораздо скромнее но самое главное вы знаете почему у меня недоборы кончились давно уже эти роскошные косточки королевские там фаины академики и рыжие почему да потому что их труднее вырастить до плодношения и ассортимента и получить урожай чем те же манджурсы господи ты манджурсы меня в это рекорда было два какой-то год не помню 13 или 15 было а всего с крупными 300 везер ну и плюс мышам не стал мелочиться и мышам оставил а а 2 ты 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 вот мы как раз проходим моя племянница юля значит десятое ведро какой ведро десятое собрала эти манджурсы а сколько а не она собирала уже 20 день то есть каждый день по десять они сыпятся сыпятся они гибридные в разное время у них указывал свой срок упасть а дерево не 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 трясся не ждал когда упадут вот поэтому у меня я ком королю так вот и получается что они то как раз у меня сейчас еще есть раздавал 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 продавал продавал и сейчас есть а это значит что допустим действительно вот получится вот такая же история ну вот как видели фотографии да вот еще раз закажите цена и знаете какая помните а про 15 лет про 20 про 23 по 25 помните мои рассказы а какие рассказы фотографии и даты и люди дети и там это гости то есть это нет они из интернета поняли да заказывайте я бы сейчас всем сказал кто заказал 100 заказывать еще 100 завтра он не вообще ни у кого не случится со мной не вообще никого никогда не закажет пока у меня еще штук 500 тысяч есть косточек причем готово я уже страцированы мне сейчас этого ворчит племянница вот каждый раз в 10-20 проснулся один 10-20 при том что я умею хранить чтобы они раньше времени все равно лезут сразу просыпаются в общем до какого времени вы храните семена которые были заготовлены на продажу а вот до такого я показывал что проходит май все что останется еще лежит июнь в это время я потрошу и делаю фотографии чтобы знали ну вы все это видели мне удобно повторяться там все в этих перемешаны все с эти в этих как змеи корни уже вот такие все это вы видели но я на всякий случай видите как вот и фотографию ваша друзья кто-то мне прислал почему я ее здесь поставил вот потому что до какого времени а если вы вот человек получил а они практически все проснули согласны а если такой длинный корень вот этот увы какой корень и тогда я провел эксперимент я обычно их выбрасывал из реанима мне надо было его провести а тут я такой богатый щедро его чего здесь а а тут взял тимошу фото у меня было их порядка двадцати пяти штук вот этих вот как этот перерос еще длиннее и вдруг последний момент меня молния в голову бах и тимошу хочешь заработать хочу я ему грядку сам скопал вместе посадили аккуратненько вот такую ямку чтобы хвостик все-таки корешок вниз и чтобы на поверхности торчала немножко спинка потому что уже уже куда закапывать или перероски видеть но это не они мои еще были еще более что вы думаете пассив а почти всем зашли вот результат вот вот этот момент я хочу отразить и я продолжаю дальше еще один абзац с этим понятно перероски они выбрасывают жду до последнего получите перероски вот эта грядка стала известная знаменитая потому что осенью тимошка эти 20 штук продал за три тысячи недорого своему чеку продал вот то есть близкому нам человеку но и не бесплатно все-таки в десять в десять лет почувствовать деньги это значит что когда-то он может скажет дед я хочу быть садоводом пока он хочет богатым блогером миллионы детей в этом свихнулись в одном из крайних а у меня свое мы поняли чё я добьюсь в одном когда следующая цитата из письма как в нашу друга зовут анатолий прикола в одном из крайних сюжетах увидел что вам вернули посылку грустно конечно мне кажется что я буду при смерти то и тогда поползал сад сажать деревья где-то потом ниже будет мой афоризм что садоводство это диагноз садоводство это тот же самый вирус поэтому вы будете прислать и поползете в сад сажать деревья я не мог не обратить внимание на такую окрылатое выражение вот это вот я очень доволен ну а раз вы упомянули посылку еще расскажу как случилось что она мне от вернула причем ну как бы со злостью психанулся так вот он ваши сыновья манчжорца фаину вернула фаину запомнили ниже покажем кое-что а почему вот цитат из ее письма я до сих пор не могу выбросить я все-таки жду от нее тут есть телефон издаля показывает плохо видно было тут есть телефон тут есть фамилию отец и полный адрес и селебинская область ивановский район поняли да я все еще жду вернуть ей деньги не вернуть может быть она уже реакция моя была так обидно конечно было страшно почему из ее письма я перевернула интернет оказывается у меня вырастут дички понимаете анатолий викулов это следующее его письмо близится посевной сезон и он очень переживает так вы мне прислали косточки абрикоса вот дальше он сильный оптимист при удачных сходах у меня будет около ста двадцати саженца а сейчас не может и будет вот еще больше будет просто я на всякий случай пессимист здесь я беру почти стопроцентную схожесть на что есть полная надежда откуда ваша надежда наверно в этом году на тех вебинарах предыдущий помните показывал там 5 из сезон уже сейчас теперь печенка чувствую что заказал мало ну что 120 саженцев не хватит но до понимания этого дорасти надо то есть да вот до вас доходится как бывает шея длинная шучу какое расстояние между саженцев предпочитет для посадки мне необходимо определиться с минимальной площадью участка рассчитывать 4 на 4 в крайнем случае 3 на 3 садите 2 на 2 принцип такой проходит год 2-3 успейте и откопать и пересадить и рассчитывайте на мышей обязательно в конечном счете начиная 2 на 2 это в 4 раза больше а 4 на 4 в конечном счете что получилось это промахнет 4 погиб уже между ними 8 метров так теперь в это и еще даже 2 на 2 метра на метр он сергею в этим я показывал неудобно еще раз могу лучше трехметровых пышнючие вот такие абрикосы боя эти амуры выпиливал потому что захватили большие участки питомники а другой земли не было так ну хорошо вы примерно поняли надо рассчитывать на худший вариант даже 120 зайдет тем более 120 зайдет садит и гуси конкретно питомник плавно переходящий маточный сад мака есть отдельно кино здесь повторяться неудобно вопрос номер 2 очень важный вопрос дайте пожалуйста краткую характеристику косточкам плане культурности какие по вашему мнению имеют более больше культурных а какие полу культурки почему я об этом прошу вот смотрите я сейчас чуть упреждаю макинком не прислал свой фильм а не могу этот фильм и показывать даже коротко почему потом смотришь звук отстаёт от изображения или изображения звука мы как-то испортили вина вместе с собраном и с тех пор я впервые здесь не включаю на просмотр а я взялся до гофе вас экрана внимание вот это вот клон королевского он такой вырос у латинкова сейчас поймете антисеяна ашфир вам уже нужно краткой характеристики а по вашему мнению латинков сохранил мои качества или по крайней мере придумал методику сохранения так и об этом чуть ниже мы ведем серьезные разговоры мы уходим на такой уровень у вас еще косточки в холодильнике а мы уже говорим о серьезных вещах уважаемые коллеги и так вы видите это не я написал клон королевского это было в кине кино не похож на королевский клон нет просто манитоба абсолютно на манитоба не похожи вот дальше академик вот это не академик а я в веточки повысылал я не могу перепутать а это дар небес но тут какой-то сходство давно это сходство имеется но не сильно отличается от десятков других сказали бы мне кто это серофим амур дар небес за хрен узнать но написано дар небес тут и тут более-менее снова дар небес но это уже как бы показ это что действительно он не просто так он вырастил получил несколько урожая вот доказал что все это на урале может жить вот ну и наконец серафим не знаю ну так же может серофим может амур дар небес то есть ничем не отличить вот в этой стадии не отличишь а для чего я говорю читаем снова нашего коллегу молодого оптимиста хочет стопроцентной приживаемости ну посмотрим изучив ваш телемост с юлой тинковым из чего сделал вывод что семена скульптурных абрикосов привитых первым этажом а вторым тем более лучше привать на полукультурные подбои как минимум для закрепления достигнутых прибоем достижения свой качество плодового у нас телевоз с юлой тинков смотрел я его за это уважаю я все-таки всерьез раздумываю о некотором разделении внимание вот тут начинается расхождение о некотором разделении сеянцев взятых с культурных и полукультурных абрикосов то есть отделяем этих самых то есть посадить наиболее культурным вместе а наименее посадить отдельно для попытки селекционной работы мне сразу шерсть дыбал для чистоты эксперимента хотя пчелы летают везде расстояние километра мне помеха прав или нет но преувеличение конечно про километра не полетят они ближе найдут нектаре 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 прав или нет то есть допустим вы правы почему бы мне быть правы ведь вот это вот вот это вот то что конечно если не обращать внимание что меня в очередной раз оскорбили это не первый раз да обман вот вы фактически хотите эту повторить понимаете а я еще раз говорю всегда стада породистый сок надо запускать если впереди него впереди если как сказать плохая жизнь то лучше запустить в это стадо этого дворнягу с улицы которая на морозе может жить а вы уже получается как бы начинается вам методика ваша почти такая же то есть с этого момента наши пути разошлись допустим я скажу да ради бога конечно вот смотрите сын манчжурцы сын манчжурцы сын манчжурцы вы хотите их выращивать отдельно я потом покажу что здесь вырастает а теперь возьмем серафим середнячок автомобиль жигули понятно что академик фаина мичуринский королевский это высшая лига вот допустим вы отделяете их оставляете сыновья манчжурцы серафим амур то есть вот это разделение амур амур сеянцевый крупноплодных железов конечно в элиту вот эту крупноплодные и артем 2 тоже то есть вот это вот первый этот самый назовем их я бы так это высшая лига этот плюс крупноплодный 5 все остальное это это и вы хотите это разделить а кто же академику фаина мичуринского королев даст здоровье в принципе здоровья у них хватает они же у нас взяты нет земного размножения вы понимаете что академик фаина королевский мичуринский взяты с плодов весом 80 120 грамм это супер элита это лучшее что есть в россии а учитывая плюс маратурка что в мире вот и вам они достались каким образом я вам они приложу они уже давно кончились а погодите а заказанных значит вы получили раз уже рассуждаете так если дадите ответ в виде видеосюжета это будет гораздо лучше вы смогут посмотреть все интересующие теперь вы поняли почему мое я вам здесь рассказываю покажу я еще хотел отдельный фильм но а тут быстро ля 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 не получается значит стоит вам разделить вас будут помните я говорю что такое близкородственная связь это не обязательно что родня допустим королевский с франции а академику дальнего востока не обязательно Но все-таки Как бы сказать О чем думает Это очень грубый Очень грубый афоризм Или анекдот О чем думает жена профессора Лежа под соотехником Ну мы тут взрослые люди, вы поняли, да? Короче, я противник этого Пусть все это растет в одном саду А вы можете Иметь свое мнение Почему? Вы надеетесь, что вот эта элита Именно вот эта Все-таки выделится И она не будет испорчена Понимаете? Тот же сын Мажорса может Академика будет, тебе ничего не стоит К тому же не обязательно до зачатия дойдет Как получилось с Фаиной? Фаина, это мой личный Клон Он сделан из Путин Приверк Значит, у него три отца Мажорский абрикос Так, академик и королевский Получилось черти-чет Ну, долго рассказывать всю историю Так, но Когда я ждал Завязались плоды Много-много Когда они были размером С большой ноготью Вот такой Зеленый Они все упали Все Вот был ветер Какой бы ни был ураган Но нигде ничего не падало Ну, единицы А здесь все дерево Которое в будущем Назвал Фаиной Оказалось пусто Все лежало ковром Плоды зеленые Я это назвал как? Вы догадались Грубое слово Выкидыш Понимаете? Вот тогда Началось То самое Привыкание Перестройка внутри Оно не смогло дать Оно не смогло дать потомство Но следующий поток А что же я-то вам не показал Эти самые роскошные А, и вы видели их не раз Самые роскошные фотографии Кстати, украденные В других сайтах фигурировали Это как раз Фаина Ладно Теперь вы поняли меня? Вот Вы можете выделить это Я даже приветствую Где-то в душе Вы можете работать дальше А если Все это Друг с другом Только они То, что называется Ветром надуло То есть они Переопалятся Да? Вы получите потомство И можете иметь Уже не королевский Фаину А такой гибрид Который Вообще не виданный Пожалуйста Занимайтесь Но У меня нет Неудач Как это получилось? Пойдемте дальше То есть почему я все-таки Ну я немножко Сам плебей По жизни Это моя судьба Телогрейка Старенькая избушка Вот Духоватая хрущевка Все Как говорится Это На благо Родины На благо людей Вот И я такой по жизни И мне Хочется Что-то такого Приземленного Ну Часть характера Поэтому я такой вырос И сад у меня такой Вот За что и получил звание Мошенничество И как там было Обманы мошенничества Смотрим дальше Вот Этот Повторяю Почему Вы уже видели Еще раз Если бы Котики от сортов Да На них написано Ну ладно Фаина Это не сорт Это клон Академик Он два раза Это не сорт Это клон Серафим Не сорт А помните У меня еще есть Супер Серафим Вот Мичуринский Увеличился в два раза Королевский Увеличился в два раза Вы можете найти Я нашел королевский Советских времен Книга Ростовская Самое смешное Это В Ростовской области Человек не нашел Ни одного абрикоса А издательство Ростовская Книга Издатель Ну в общем Ростов Да И там Самый крупный абрикос Назывался Королевский Цитирую 50-60 грамм В скобках Франция И вот Интересно другое Что королевский Тон королевский Но Он действительно При огромном урожае Так есть 50-60 Но когда Маленький урожай Подержать Он как 100 граммовый плод Это так здорово Смотрим дальше Что получается Итак Да Подтверждаю Это все Никакие Нет сорта Плывут Особенно мало Вот жалко У меня Вот такая книга Специальная Да Вот Ой Я потом Может быть Валерия Перева В следующий раз Может покажу Я забыл Сфотографировать Там как раз О том Что Мичеринс Уперся Упертый был В том Что надо Было Устойчивое Это самое Геномы Только на Взрослых абрикосах Вообще На взрослых деревьев И черенки Оттуда брать надо И привать надо В них Ага Замучитесь Знаете Какой процент Гибели А у меня Все не как у людей Поняли Да Ну что Получается Она права Обман Шарлатанства А теперь Посмотрим Я пытаюсь Расшифровать И Пока Пусть пока Шарлатан Иными словами Сортовое Растение Растение Которое Передает Все свои Признаки При генеративном Разложении Я все Кипят Взял Мне надо Баршифровать Просто одно слово Генеративное Разложение Растение Субтитры создавал DimaTorzok